Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции России Владимир Голокольцев в режиме видеоконференц-связи представил личному составу нового министра внутренних дел по Республике Адыгея. На эту должность указом президента Российской Федерации назначен полковник полиции Олег Бесмельницын. Уважаемые коллеги, представляю вам нового министра внутренних дел по Республике Адыгея. Указом президента Российской Федерации 29 ноября на эту должность назначен полковник полиции Бесмельницын Олег Владимирович. Почти 25 лет он служит в органах внутренних дел. Вся его профессиональная деятельность проходила в Краснодарском крае. Начинал госавтоинспектором в Тихорецком районе. Дальнейшая трудовая биография была связана с подразделениями криминального блока. Олег Владимирович приобрел богатый практический опыт, работал в большинстве оперативных служб, в том числе по линиям борьбы с организованным преступностью, экономическим преступлениям, а также по противодействию экстремизму. Занимал различные руководящие должности. Последние пять лет возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков в Краснодарском крае. Зарекомендовал себя грамотным руководителем. Его отличает высокая компетентность, добросовестное отношение к делу, требовательность к подчиненным. Теперь Олег Владимирович поручен новый более масштабный участок работы. Рассчитываю, что профессиональное личное качество позволит ему в кратчайшие сроки изучить оперативную обстановку, сосредоточить усилия на выполнении первоочередных задач. Прежде всего, повышение уровня раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Должен сказать, что сформировать у граждан уверенность защищенности от любых посягательств может только четкое соблюдение принципа неотвратимости наказания. Также особая актуальность имеет борьба с противоправными деяниями в IT-сфере. В условиях пандемии востребованность онлайн-сервисов возросла многократно. Как следствие, информационные технологии все чаще применяются в качестве инструмента для совершения преступлений. Соответственно, нужно постоянно вносить коррективы в организации метода своей работы. Требует непрерывного контроля такое значимое направление, как противодействие экстремизму. Еще одна приоритетная задача – повышение эффективности обеспечения экономической безопасности, особенно в агропромышленном комплексе и деревообрабатывающей отрасли. В республике увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Наблюдается рост противоправных деяний со стороны ранее судимых, а также иностранных граждан. Поэтому здесь необходимо уделять повышенное внимание вопросам профилактики, в полном объеме использовать возможности региональных программ правоохранительной направленности. Сложной остается ситуация на дорогах. На фоне общего снижения дорожно-транспортных происшествий количество погибших увеличилось на 10% и составило 68 человек, из которых 5 несовершеннолетние. Полагаю, что всесторонний анализ таких происшествий позволит выявлять слабые места в организации деятельности и принимать совместно с другими заинтересованными органами дополнительные меры. Все указанные мной направления, безусловно, требуют соответствующего кадрового обеспечения. Подбор кандидатов нужно проводить активнее, но с соблюдением уже неоднократно обозначенных мной требований. Отбираться должны лучшие и наиболее подготовленные. Несколько слов относительно дисциплины и законности среди личного состава. Олег Владимирович, это особая зона ответственности. Накануне внимательно ознакомился со статической, количество нарушений в текущем году значительно возросло. Вам предстоит предметно разобраться в причинах такого положения. Это касается дорожно-транспортных происшествий, совершенных сотрудниками. Такие факты категорически недопустимы. Всегда требуют от руководителей всех уровней держать кадровые вопросы на контроле, лично проводить воспитательную работу. Только тот руководитель, который требователен к самому себе, может быть в полной мере требователен к своему коллективу. С ответным словом выступил назначенный министр внутренних дел по республике Адыгея Олег Бесьмельницин. Товарищ министр внутренних дел Российской Федерации, товарищи офицеры, вступая в должность министра внутренних дел по республике Адыгея, понимаю всю ответственность за данное назначение. Хотел бы поблагодарить за оказанное мне руководством МВД России высокое доверие. Заверяю вас, что приму все меры для дальнейшего наращивания усилий, противодействия преступным проявлениям и обеспечения общественной безопасности. Полагаю, что наша работа с руководителями взаимодействующих структур и ведомств республики будет конструктивной и плодотворной. Благодарю за внимание. В мероприятии приняли участие глава Адыгея Мурат Кумпилов, руководители правоохранительных и надзорных органов республики. В своем выступлении глава Адыгея коротко остановился на важных аспектах обеспечения безопасности в регионе и заверил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в том, что реализация намеченных целей активно ведется и работа непременно будет продолжена.